Аллилуйя! Давайте Богу воздадим всю славу аплодисментами. Давайте будем благословлять. Пребудьте в мире. Вы миссионер, который спасёт весь мир. Вы унаследуете эту землю. Мы действительно вечно будем призывать имя, это только Христос. Потому что только Христос является вечным городом-убежищем для нас. И сегодня, во время этого богослужения, желаю, чтобы вы вошли глубоко в Иисуса Христа, являющийся городом-убежищем. Неважно, как мы жили до вчерашнего дня, и неважно, какое у меня было состояние. Сегодня, в это время, войдя во Христа, который является городом-убежищем, достаточно наслаждаться этим Христом. Вот, возможно, у меня были трудности на прошлой неделе. Возможно, я страдал. Неважно. Вот так, как вы есть, вот так вот, и приходите, и войдите в благодать Христа, который является городом-убежищем. И тогда, всё, что было в прошлом, на прошлой неделе, станет для вас основанием, ответом. Я благословляю вас на этом. Значит, есть люди, которые долго уже ведут жестверы, и вот они так говорят, вот, что... Ну, наверное, они помнят прославление, которое мы... которое мы раньше пели, это прославление про пилигрима. Но вот сейчас ремниты, наши молодые, они не знают об этом, а те, кто уже долго ходят в церковь, вот они хорошо помнят это прославление, потому что содержание, вот текст той песни, вот он... Вот мы очень хорошо его запомнили, потому что мы, хоть и тогда ничего не знали, но мы со слезами на глазах пели это прославление пилигрима. О мой отец, я иду к тебе в святое место, мы идём по пути в святое место, мы идём к Сыну Его, к Сыну Божьему, и, раз, вот, ты уже знаешь все мои пути. Ну, вот, сам текст песни очень благодатный. То есть, говорится о том, что Бог знает все наше прошлое обстоятельство. и бывает такое, что кто прославляет, кто плачет, есть те, которые благодарят. Ну, вот, если посмотреть текст прославления, то действительно очень хорошо это прославление описывает наше состояние. И вот уже среди вас есть те люди, которые долгие тут же с веры, ну, вот, дедушки, бабушки, то есть наши пресс-фитеры. Вот. Вы тоже знаете, тоже одно прославление хорошо, что Господь мой, мой светильник, то есть, открывая глаза, закрывая глаза, сразу предо мной Господь. То есть, вот, в то время, когда было написано это прославление, ну, трудности были. Поэтому люди с этим прославлением начинали свой день, свою жизнь. То есть, то есть, бывает такое, что вот люди, они испытывают какие-то трудности, но вот прославляя это, а я это, когда они пели это прославление, вот, тогда вот они чувствовали, было бы хорошо, побыстрее, Господь бы пришел. Вот, если вы посмотрите в Библию, то семь ремнантов, а также люди, которые в Евреям Адейской Главе, затем двенадцать учеников Иисуса Христа, вот они пребывали все в трудностях и в гонениях. Вот христианство было в гонениях, но внутри этих гонений, вот, хоть и верующие были убиты, львами на Колизее, были растерзаны, испытывали много боли, и все равно, вот в то время они были счастливы, и в то время они благодарили, и они были людьми, которые наслаждались Евангелием, то есть, вот они герои веры, семь ремнантов, так же само, и двенадцать учеников, и ранняя церковь, так же само, вот, те верующие, братья, сестры, в эпоху гонений, мученики, вот, значит, для них проблема, не было проблемой, вот, есть трудности, печаль приходит, и такого у них не было, значит, был ли кризис умереть? Был, был такой, но они не получали влияния от этого кризиса, почему так произошло? А потому что те благословения, которые Господь дает, в том месте, в то время, они наслаждались этим. Вот, в Библии есть самые те драгоценные благословения, которые Бог дает спасенным. Что это за благословение? Значит, я и вы, которые получили спасение, во имя Иисуса Христа, когда мы получили спасение, в тот момент благословение престола сошло на нас. сила Божья, сила действия Божьей, которая превосходит пространство и время вместе с нами, а также свет, который светит в 237 странах мира. Вот это действие происходило. И вот в Библии с самого начала говорится об этих благословениях, и они даны вам, которые получили спасение. Божьей. вот мы внутри себя имеем образ Божий. Вот превосходящий Бог, Он дал нам свой образ, образ Божий. Он дал нам Дух, благодаря которому мы можем узнать Бога. Поэтому каждый раз, когда мы смотрим на Бога, наша душа с вами оживает, наш Дух оживает. То есть Бог дал нам такой Дух, который оживает. нас. Поэтому сказано вдохнул дыхание жизни и стал человек душой живой. Поэтому каждый раз, когда мы смотрим на Бога, тогда наша душа, наш Дух обретает силу. То есть поэтому Бог дал нам Дух. И есть путь оживить мой Дух. Это Слово, которое имеет жизнь и силу. Поэтому благословение престола, превосходящее пространство и время, сила, которая светит по всему миру в 237 странах, вот, так же Дух наш, Душа наша, Слово, которое оживляет наш Дух душу. Все вот эти духовные благословения, если иметь, тогда проблема не становится проблемой. И люди, которые это испытали, были ученики ранней церкви. Поэтому для них трудности не были трудностями. Вот, значит, мы когда тоже испытываем с вами трудности, у нас с вами есть гарантия, это Царство Небесное. Но есть Божий план для того, чтобы Царство Божие совершало, для того, чтобы Яна наслаждался Божьим благословением, чтобы Царство Небесное сходило. Поэтому Бог, Он дает нам благословение престола, которое превосходит пространство и время и свет Божий, который светит. В 237 странах. Поэтому мы каждый день, имея образ Божий, держаться Божьим Словом, можем наслаждаться удивительными благословениями. Вот посмотрите на молитву учеников ранней церкви, вот верующих, и также апостолы, как они молились? Бог, помоги нам быть на том месте, где Ты желаешь нам. И пусть рука Твоя будет на нас. Даже, Господь, даже если я буду на месте, где трудности и гонения, но помойение будет на том месте, где есть имя Иисуса Христа. Вот они так молились. Поэтому какие бы трудности и гонения не приходили ко мне, Бог дал мне тайну одерживать победу благодаря духовным благословениям. Это это тайна и есть жизнь наслаждаясь Евангелием. Послушайте, чем больше времени будет проходить, тем будет тяжелее. Потому что сейчас эпоха наполнена исполином, поэтому приходит много бедствия. Это невозможно, чтобы не приходили проблемы. Поэтому вы и я, которые живут в эпохе кризиса, мы можем испытывать гонения, трудности, потому что Библия уже заранее об этом пророчества, что будут трудности. То есть просто так вот я живу, живу себе и живу. Нет, необходимо быть внутри тайны уникальности Христа, и тогда обязательно придут гонения трудности. Но и тогда будем ли мы связаны этим? Нет. В то время, если будем наслаждаться духовными благословениями, нам необходимо не только тогда наслаждаться, но и сейчас наслаждаться этими духовными благословениями. А если не смогу наслаждаться этими удивительными Божьими благословениями, то хоть я хожу в церковь, но следую за мером. Если не смогу наслаждаться удивительными Божьими благословениями, хоть и верю в Иисуса, но не могу, то есть всегда использую мирские методы. Поэтому служу сатане, раб сатаны, свуга сатаны. Поэтому, потеряв все духовные благословения, человек живёт как раб сатаны, и жизнь его жалкая. Действительно, есть благословение, которое нам необходимо восстановить и наслаждаться. И вот Библия нам об этом говорит. Это тайна духовных благословений. Вот сейчас на моём месте действия необходимо этим наслаждаться. В своих проблемах необходимо этим наслаждаться. Поэтому сегодняшняя тема — всегда наслаждайтесь благодатью города-убежища. Город-убежища — это Иисус Христос. И вот этой благодатью города-убежища всегда наслаждайся. И вот основа духовных благословений — это что такое? Значит, основа из основы — это город-убежища. То есть, Иисус Христос. Значит, израильский народ, у них было двенадцать колен. И вот прежде, чем войти в Ханан, они уже распределили Ханан. Вот. Двенадцать колен они уже распределили, кто какую себе землю возму. И среди вот этих вот разделённых земель был вот Бецер. Значит, был Бецер в пустыне на равнине для того, чтобы там создать город-убежища, чтобы туда заходили те, кто убил кого-то, к примеру, и могли там жить. То есть, город-убежища был городом, в который кто угодно мог проходить. И вот место они выбрали так, чтобы это место знали все, и чтобы туда кто угодно быстро мог зайти, чтобы его не убили. Значит, вот мы с вами в реальности каждый день совершаем ошибки. Поэтому каждый день что нам нужно? Город-убежище. Вот израильский народ в Ветхом Завете, кто совершали грех, ошибки, они входили в этот город-убежище. И вот мы с вами тоже в реальности каждый день делаем ошибки. Поэтому каждый день нам нужен город-убежище. Другими с вами, каждый день на этой земле мы с вами творение, которое не можем жить без Божьей благодати. Но вот раньше город-убежище, то есть, он был поставлен на основании местности, в определенной местности. А сейчас как? Вот это город-убежище внутри нас есть. Вот в Ветхом Завете, до того, как войти в Ханан, город-убежище был поставлен в определенной местности, для того, чтобы давать людям жизнь. То есть, на основании колен, на основании местности. А теперь для нас, у нас, внутри нас есть город-убежище. Откровение 3.20. «Итак, сестра, я у двери стучу. Кто услышал голос мой и отворит, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3.20. «Тот, который принял Христа, у него уже внутри есть город-убежище». Поэтому каждый день Христос, который является городом-убежище, мы нуждаемся в нем. Каждый день нам нужен, и необходимо наслаждаться, Христом, который является городом-убежище. Вот почему мы постоянно, мы подчеркиваем, нужен Христос, нужно только Евангелие. Послушайте, пока мы живем на этой земле, хоть мы и не хотим, но сатана, он, злой сатана нас атакует. Злой сатана атакует нас. Поэтому он хорошо знает слабости человеческие, наши слабости. Он хорошо знает, кто такой человек. И он знает наши, вот эти каналы, наши слабости, как войти в нас. Он хорошо это знает. Поэтому Библия говорит, что не давайте место дьяволу. Что это значит? Злой сатана знает место, как войти в меня, мое слабое место. Поэтому нам всегда только Христос, только Евангелие, если мы не будем за это держаться, тогда мы сможем, ну, мы будем обманываться сатаной. Не сможем не обманываться. Поэтому пока мы живем на этой земле, чтобы не обманываться сатаной, нам нужно держаться за только Христос, только Евангелие. Другого пути нет. Вот вы же знаете Иова. Иова. Вот. Иов однажды вот так проснулся утром, и хоть он сам не хотел, но все его имущество было разрушено. Дети умерли. Вот пока мы живем на этой земле, есть то, что происходит вне нашего желания. Смерть различная. Это жизнь. Но вот эти... Вот это... Иов, что он говорит? Господь, ты дал, ты взял. Ты прими всю славу. То есть имущество пропало, дети умерли. И Иов, он говорит, Господь, Господь, ты даешь, и ты забираешь. Значит, у Иова была болезнь. Это болезнь, которая дал ему сатана. И он из-за этой вот болезни, даже его семья начала говорить, ну, прокляни Бога и умри. Но что тогда говорит? Ну, что говорит Иов? Я узрю моего Бога. Через мою болезнь я узрю моего Бога. То есть Иов, он не дал места злому сатане. И тогда сатана, он преклонил колени перед Иовом. Поэтому сатана знает хорошо наши слабые места. И из-за того, что сатана постоянно нас такует, нам нужен Христос, который является городом убежища. И только Евангелие, только Христос нам нужно. И только Христос, только Евангелие, если за это держаться и пускать корни, тогда внутри этого есть все двери. То есть вот это принцип, о котором говорит Библия. Послушайте, принцип учёбы, принцип бизнеса, принцип работы, принцип финансов. значит, насколько я укореняюсь в Евангелии, настолько Бог открывает двери. Вот это благословение. Поэтому мы сможем приносить правильные плоды Богу. Послушайте, поэтому не надо нам ни за что переживать. Надо просто пускать корни в Евангелие, а Господь, Бог, и откроет двери финансов, и откроет двери учёбы. Да, конечно, надо прилагать усилия, но само собой, но никто не может остановить Божье благословение, если Бог их даст. Поэтому, прежде чем что-либо делать, нам необходимо глубоко пускать корни в Евангелие и внутри этой жизни наслаждать Божьей благодати, обретать силу, и тогда всё получится. Вот это настоящий успех. А если так не делать, тогда это Бавилонская башня. Послушайте, в итоге, без Христа, являющегося городом убежищем, можно достичь успеха. Можно достичь успеха, можно стать духовным саммитом, топом, но потом человек приходит в поражение, и потом человек сам приносит трудности многим людям. Вот мы же знаем об этом уже. Поэтому нам необходимо постоянно пускать корни в благодати города убежища. и тогда я смогу спасти и себя, и спасти других. Это есть тайна, о которой Библия говорит. Поэтому для того, чтобы постоянно наслаждаться благодатью города убежища, которого является Христом, что надо делать? Первое. Необходимо понять, что израильский народ, пока шли по кустыне, у них ничего не было. У израильского народа много что происходило. значит, все, что происходило в пустыне, было для того, чтобы мы поменяли свое основание, свой фундамент, чтобы разрушилась неправильная основа. Вот все, что мы знаем, вот все, что мы испытали, чтобы на это не надеяться. то есть Бог для того, чтобы избавиться от этого, Он позволил им идти 40 лет тем путем в пустыне, которое можно было пройти за две недели, для того, чтобы разрушить все неправильно. Потому что не получилось у них, не получалось у них разрушить правильно. Потому что они вот имели только то, что они видели, то, что они испытали. Поэтому, когда приходили проблемы, сразу же выходило недовольство, ропот. то есть все началось с Божьего, а потом вот они остальные роптяли. Почему? Потому что они привыкли жить в Египте, и вот они вышли из Египта, но они по-прежнему жили, как в Египте. То есть вот это был образ жизни, образ Израиля. То есть, о чем здесь я вылезу, что Бог все делает, Бог всем управляет. Послушайте, вы что-то сделали, и это получилось? Это не так. Вы благодаря какому-то опыту вы сейчас хорошо живете. Это не так. Если Бог будет управлять чем-то, оно будет совершаться. Вот вот мы живем на этой земле, но если Бог не откроет нам двери, тогда мы ничего не можем сделать. Поэтому, о чем говорит Псалом 126.1, что если Господь не благословит, вот, если Господь не созидает дом, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствуют страх. Это о чем говорит? Если Бог не откроет двери, ничего не откроется. Поэтому наше прошлое с вами, вот это наше правило жизни прошлого, привычки, все, вот это все надо выбросить отбросить отбросить. И вот из-за этого, потому что мы испытываем искушение, вот, из-за того, что у нас есть прошлое, мы находимся в ранах прошлого, из-за того, что мы находимся, то мы постоянно возвращаемся к проблемам. Поэтому пока израильский народ был в пустыне, они жили по старой сущности, по старым правилам, привычкам, поэтому вот впереди Черное море, и они сразу начинают свое недовольство показывать. Зачем Бог нас сюда привел? Чтобы мы здесь умерли, что ли? Что, Бог сюда прислал для смерти? Сразу началось вот этот ропот, недовольство. Почему? Старое, 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 выходи сразу. Старое идеологие, идеологие израильского идеология Египта. То есть она осталась у израильского народа. И израильский народ также они была привычка идолопоклонства, которым они занимались в Египте. То есть надо было все эти привычки отбросить, а они не отбросили. Поэтому постоянно неверие, недовольство и впадают в духовное невежество, бессилие духовное. Поэтому терпят поражение. Поэтому через Иерусский народ мы можем увидеть это. Вот посмотрите на Второзаконе 4, 46, где сказано «Заиорданом на долине против Бефегора в земле Сигона царя Амарейского жившего в Есифоне, который поразил Моисея с сынами Израиль по исшествии их из Египта». Значит, пока израильские выходили из Египта, вот они поразили египетское войско. То есть Бог показал через это событие, дал обещание, что в будущем так будет происходить со всеми вашими врагами. То есть они будут опять поражены. Поэтому необходимо было в том месте сразу же отбросить свою старую сущность, правила, привычки. Послушайте, у нас с вами сущность неверующая. И если мы будем так жить, тогда каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями, тогда мы будем сразу же, как казалось, к народу, впадать в недовольство, ропот и в духовное бессилие. Поэтому нельзя обманываться старой сущность, необходимо отбросить ее. Сущность и долопоклонства в Египте, недовольство, неверие, все это необходимо отбросить. Послушайте, если есть старая сущность, рамки, тогда при возникновении проблем ропот, недовольство уходит. Поэтому вот взгляд мой неправильный, которым я жил в этом мире, даже если я смотрю на церковь, что-то я вижу нехороший. Поэтому вот это необходимо быстро отбросить. Из-за этого искушения, из-за этого конфликта. Послушайте, очень важно, как я могу поменять свое прошлое? послушайте, не меняйте свое прошлое, просто входите в благодать Божьего Слова. Могу ли я поменять себя, поступать неправильно? Вы сами себя поменять не можете. Знаете, почему? Потому что это все уже стало вашей конституцией, это стало вашей привычкой. И не надо даже много думать о чем-то. Даже если сейчас не получается, ничего страшного, Даже если в сердце сейчас не хорошо, ничего страшного. Почему? Потому что уже наше сердце запечатлено неправильно. И прежде чем менять себя, вам необходимо войти в благодать Слова, исследовать за Словом. И тогда я сам того не замечу, как я начну меняться. А даже если не поменяюсь, ничего страшного. Даже если мое сердце мысли из этого не расстраивайтесь. Каждый день входите в благодать Слов Божие. И тогда Бог сам поменяет все внутри вас и будет вас направлять. У нас не получается что-то из-за того, что мы прилагаем усилия. Необходимо, чтобы сначала мои мысли ухватились за Божье Слово. Чтобы за то Слово, которое Бог дает мне, я мыслями ухватился за Него. И оттуда выйдет сила принимать какое-то решение. И оттуда выйдет сила поступать как-то. Поэтому, как сказано в Филипице 2,13, производящие внутри вас действия и хотения по своему благоволению. Потому что Бог производит вас и хотения действия по своему благоволению. Даже если не прилагают силы, ничего страшного. Потому что сам Бог будет внутри меня производить и хотения и действия по своему благоволению. Поэтому прежде чем по сравнению с тем, чтобы я прилагал к этому усилию, необходимо войти в благодать силы Божьего, благодать Слова Божьего. И тогда Бог поменяет мою сущность. Потому что получая благодать от Слова, следуя за этим Словом, сам того я не замечаю, как одно за одним Бог начнет меня менять. И я начну тоже к этому привыкать. И жизнь начнет меняться. Вот время, когда мы получаем Слово с вами, когда мы получаем благодать, это очень важно. Мы даже этого не замечаем. И потом это состояние становится моим состоянием. И тогда Божье действие не может не произойти. И тогда я восстанавливаюсь. Мое духовное состояние. и вот если у меня будет духовное состояние, благодаря которому не может не происходить духовное действие, тогда что из меня выйдет? Такое исповедание, как у апостола Павла. Всегда радуйтесь, за все благодарите, всегда прославляйте. То есть вот это было духовное состояние Павла, когда действие Божьи не могло не происходить. Всегда происходило. Поэтому всегда необходимо получать благодать от Слова. Не знание, понимание Слова Божьего. А, вот теперь понятно. И вот это маленькими шагами вот такое мое духовное состояние будет восстановиться. Вот такое духовное состояние необходимо иметь. И тогда, даже если я не прилагаю усилия, Бог меня меняет. И тогда через меня происходит Божье действие. И Бог меня ведет. Поэтому прежде необходимо своими мыслями хватиться за Божье Слово. И вот это необходимо делать каждый день. Послушайте, не надо жить по своим мыслям. Необходимо своими мыслями хватиться за Божье Слово. И тогда произойдет благословение, что Дух Святой со мною. И как действует Дух Святой? Вот если вы посмотрите 1 Коринфянам 2.10, то сказано, что Дух все проницает и глубины Божьи. То есть Дух Святой будет не открывать глубины Божьей. И даже если мы находимся внутри проблем, мы будем познавать глубины Божьей. То есть мы будем внутри проблем выявлять Божий план, Божью волю. И тогда мы будем видеть, что внутри проблемы есть Божий план. Поэтому Библия обещает нам, что Дух Святой будет нас детально вести, чтобы мы могли наслаждаться этим богословением. Поэтому Библия говорит это Слово. И что нам говорит Божье Слово? Чтобы мы наслаждались Христом, который является городом-убежищем. Как решить прошлое? Послушайте, прошлое решать не надо. Всегда наслаждаясь Христом, который является городом-убежищем, моя сущность станет основанием для меня. И тогда вы поймете, а оказывается Бог меня благословляет сегодня. То есть Бог дал мне эту сушь для того, чтобы я всегда наслаждался Христом. И второе, для того, чтобы всегда наслаждаться благодатью города-убежища, необходимо получать Божью благодать. И тогда мы сможем выбросить, отбросить прошлое. Бог Он нам и сегодня дает нам благодать. Это то, что желает Бог. Поэтому Бог в каждой местности основывал вот эти города-убежища для того, чтобы все, кто вошел туда, могли жить. Вот Адам согрешил. Значит, разрушились вечные отношения с Богом. Но Бог без всяких условий дает Адаму, дает ему город-убежище, Бытие 3.15. Итак, семя жены придет и разрушит голову дьявола. То есть, вот это город-убежище, который Бог дал Адаму, Бытие 3.15. Это пророчество о семени жены, которое разрушит голову змея, то есть, дьявола. И во время потопа Бог дает Ною город-убежище. Это ковчег. Потому что все, кто входят в ковчег, они спасутся. То есть, другими словами, если мы держимся за Иисуса Христа, все оживают. Неважно, в каком состоянии я, если я держусь за Христа, все оживут. Все люди, которые в ковчеге из-за воды живут. Все, кто вне ковчега, из-за воды умирают. То же самое, если вы внутри ковчега, тогда из-за этого все оживает, приходит благословение. Вот, то же самое Авраам и Лот. Между ними пророчество Саддама и Гамора, Саддама и Гамора, где живут, там была война. И тогда Авраам, он идет на эту войну и благодаря этому событию он восстанавливает все благословения. Авраам берет с собой 318 воевнов своих и идет спасать Лота. И благодаря вот этой войне значит он спасает Лота, который взяли в рабство. То есть, что говорится, из-за завета мы с вами будем поддерживать победу во всем. Так же само, когда израильский народ пролили кровь животного, они обрели истинную свободу. Это тоже есть город-убежище. Поэтому каждый день нам необходимо сходить в город-убежище. Всегда необходимо наслаждаться благодатью города-убежище, благодатью Христа. Исаия говорит о том, что израильский народ придет к поражению. Но тогда Исаия говорит о потомках. То есть, что Бог откроет все двери. То есть, в тот день, когда израильский народ испытывали проблему плена, что Бог говорит? Итак, сидево ваше имя примет и нарекут ему имя Эммануил. И те, кто вошли внутрь этого завета, те, кто нашли внутрь этого города-убежище, все жили, все спаслись. Поэтому все проблемы, которые у нас есть, есть метод, как и все, как решить. Надо войти в город-убежище. И сегодня необходимо мне наслаждаться всегда городом-убежище. Послушайте, политика, общества, экономика. Метод спасти все это, это также держаться за город-убежище. Послушайте, страна не будет жить из-за политика, и общество не будет благоустройства благодаря людям. Все благодаря городу-убежище. И политика, и общество. Вот Филипп входит в Самарию, в Самарию. Что такое город Самария? В Самарии это был город, который был тоже под властью Римской империи. Я прошу прощения, Иисус входит, не Филипп, а Иисус входит в Кесарии Филиппа. Шутку, Кесария Филиппа, это был город, который был завоеван Римской империи. И вот там Иисус спрашивает, за кого люди почитают себя? И ученики говорят, ты Христос, ты Сын Живого Бога. И тогда Иисус говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин. То есть, это что значит? Только Иисус может поменять политику и общество нашей страны. Послушайте, политики и общества из-за этого страна не оживают. Только Христос может поменять и политику и общество. Поэтому за это необходимо держаться. Христос, который является семенем Жены. Христос, который является жертвой крови, который освобождает нас от рабства. Христос, являющийся Иммануил, который освобождает нас от плена. Христос, являющийся Сыном Божьим. Этот Христос является вечным городом-убежищем для нас. Поэтому, если вы посмотрите евреям, то 4.14 сказано так, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». 16 стих. «Посему да приступаем с дезновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот в Ветхом Завете первосвященники, они за грехи Израиля приносили жертву крови. И раз в году первосвященник, он входил в святой святых за грехи всех народов. Но Христос, являющийся истинным первосвященником, раз и навсегда, одновременно решил все проблемы греха нашего, он стал истинным городом-убежищем. Поэтому теперь в 16 стихе сказано «С дерзновением приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать». То есть всегда наслаждайтесь благодатью города-убежища. И вчера необходимо было наслаждаться благодатью города-убежища. И сегодня наслаждаться благодатью города-убежища. И как это делать? С дерзновением приступать к престолу Божьему. То есть держаться Иисуса Христа можно сделать новое начало. Вот Римлянам 8.1 что сказано? Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа жизни. Во Христе Иисусе освободил меня закона греха и смерти. Послушай, держаться Иисуса Христа можно начать по-новому, новый старт. Поэтому оставить мой метод, мой опыт, все мои мысли, охотиться за Христа. Потому что 2 Кориевна 5.17 сказано, «Итак, кто во Христе? Тут новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Послушайте, вот, надо оставить все вот эти правила жизни и начните заново. Ухватитесь за Христа, за имя Христа, являющегося городом убежища. Вот это благословение, которое Бог дает нам сегодня. И, наслаждаясь этим благословением, мое прошлое будет решаться. И последнее, в-третьих, это призвание, данное Богом в пустыне. То есть, Бог говорит о будущем. Наше призвание с вами свидетельствовать об этом Христе, являющегося городом убежищем. И церковь должна подготовить систему для этого. Послушайте, в церкви необходимо подготовить систему, чтобы все, кто угодно, могли приходить и оживать. Есть и больные приходят, есть те, кто ошибки совершает, приходят. Но, войдя в церкви, нельзя различать. Все, кто войдет в церковь, могут ожить. Значит, все должны войти, ожить, стать учениками и выходить на местодействие, оживать, оживлять местодействие. Послушайте, в церкви нет различия. Любой войдет, слушает Евангелие, становится учеником, выходит и спасает местодействие. Вот это из церков, это есть город-убежище. Особенно лидеры простых верующих. Если вы будете наслаждаться благословением, вот это, благодатью города-убежище, тогда вам церковь необходимо создавать систему. То есть, церковь должна благодаря вам иметь правильную атмосферу. для того, чтобы кто угодно приходил, получал силу, становился учениками и как свидетели выходили на местодействие. И кто выполняет эту важную роль? Это лидеры простых верующих. Поэтому в нашей церкви мы сейчас готовим Хана-Рюти-Си-Центр для молодежи, для того, чтобы вести движение исцеления и саммита. Почему? Для того, чтобы потому, что это метод, как в нашу эпоху говорить о Христе, который является городом-убежище. Поэтому необходимо так, чтобы наша церковь имела такую систему, чтобы кто угодно входил, обретал силу, становился свидетелем и спасался на действие. Поэтому кто угодно ходя должен получить Евангелие, быть благодарным, получить жизнь и на месте действия как свидетель спасать мест на действие. Я благословляю, что вы получили это благословение. Значит, в Таразаконе 4.46 здесь Бог говорит нам, что царь Амарейский в земле Сигона, который были завоеваны. То есть, что это значит? Значит, Бог Он сделал так, что все враги в этом мире они будут разрушены. То есть, здесь говорится, проповедование. Поэтому нам необходимо сделать основанием свое прошлое. А в нынешнее время наслаждаться Божьей благодатью. А будущее? А будущее должно быть связано с проповедованием. И вот особенно, чтобы вы молились за благословение проповедования. Послушайте, необходимо вам сердце свое направить на то место, где находится тьма, куда-никуда не идет. И вам необходимо, чтобы ваше сердце было по отношению к работе, служению, которую никто не выполняет. Послушайте, то место, как действие, в которое никто не может пойти. И Бог Он дал нам власть для того, чтобы мы могли проповедовать и исцелять Евангелие. Потому что у нас есть эта тайна, которой нет у других людей. И у нас есть ответ, которого нет другого, но которого необходимо давать другим людям. Значит, мы с вами обладаем этим ответом Иисуса Христа. Поэтому три вещи. Первое, думая проповедование, Бог, помоги мне пойти туда, куда никто не идет. Помоги мне делать то, что никто не может делать. помоги мне дать ответ, который никто дать не может. Потому что веди, чтобы я мог наслаждаться благословением города-убежища. Вот так вот молитесь. Я подытожу слово. Вот на прошлом деле была школа проповедования, я передал такое слово. Вот один пастор, вот он живет в Кусане, и он принял участие в конференции в Японии. И вот он всегда принимает участие. и вот я с ним встретился, мы поговорили с ним, и вот этот пастор он так сказал. Вот сегодня утром я встал, и у меня было много конфликтов в сердце. Почему? Потому что сразу же после праздника Чусок сразу же вот вот сразу же вот эта вот конференция. И вот он понимает, что праздников нет. И вот этот пастор, он тоже, он в Кусан, он приезжает в другого города, и потом во время Чусока праздников цены на билеты тоже сильно возрослись. Поэтому он говорит, ну, относительно участия этой конференции у меня вот у меня вот у меня конфликт был. Стоит ли ехать? Стоит ли только много денег тратить? Но он подумал так, стоит ли тратить время, тратить выходной, деньги, чтобы два часа послушать лекции? и получилось так, что у него был тоже конфликт по поводу денег и вот этих возросших цен на билет. Но вот потом, после конференции мы с ним встретились, и он так мне сказал. Вот я всегда слушаю слово, Бог дает ему всегда ответы на мои ошибки. И я понял, что если бы я в этот раз не участвовал, это был бы огромный ущерб для меня. Вот он так сказал. Вот я понимаю, о чем он говорит. Вот сегодня в короткое время все ответы через слово приходят. И вот есть беспокойство, стоит ли получать это слово или нет. Но когда слушаем слово, принимаем на находимся на месте богослужения, тогда приходят все ответы. А если мы этого не делаем, тогда ущерб приходит. Вот он это слово мне сказал. Я что хочу сказать. Вот то место благодати, на котором я сейчас нахожусь, вот там есть все ответы для меня. Послушайте, я желаю, чтобы вы всегда ставили приоритетом получать благодать Божию. И тогда все прошлое мое станет основанием. А будущее это то, что Бог для меня приготовил. Поэтому сейчас необходимо мне сделать так, чтобы в жизни моей приоритетом было входить в Божью благодать. И вот тогда Бог такого человека ведет. Почему? Потому что Бог знает, что этому человеку нужна Божья благодать. И поскольку этот человек ставит приоритетом Божью благодать, то Бог унесет ответственность за этого человека. Конечно, мы можем преуспеть без города убежища. Конечно, мы можем преуспеть без этой благодати. Конечно, можем войти на саммит, на топ. Но вот это есть проблема. Поэтому я, который получает Божью благодать, ставлю основанием, ставлю приоритетом получения благодати, получаю благодать и сам того не залежу, как Бог меня ведет. И потом Бог будет меня использовать. Я увижу Божье действие, когда через меня желают многие другие люди. Вот ценность важна, ценность. Вот вы же хорошо знаете, люди в этом мире, они прилагают усилия. Но это не все. Мы получаем Божью благодать и мы получаем Божье водительство. Вот ради этого сегодня необходимо иметь время, когда я получаю благодать. Необходимо сделать приоритетом то время, когда я получаю Божью благодать. И вот это сердце у меня должно быть. И если у вас будет такое сердце по отношению к Богу, тогда Бог даст вам все благословения. Поэтому сегодняшняя тема всегда наслаждайся благодатью города убежища. Вот вчера, до вчера вы наслаждались. На этом не конец. Всегда необходимо наслаждаться. И сегодня мне нужен Христос. Всегда этим городом убежищем необходимо наслаждаться. Через этого Христа, являющегося городом убежищем, я благословляю, чтобы все ваше прошлое стало основанием и вы получили Божье благословение. Бог, благодарим Тебя. Бог, помоги нам каждый день с дерзновением приходить с престолом Божьим. Спасибо Престолу Божьему. Спасибо Тебе за это благословение. Бог, помоги нам каждый день иметь это драгоценное время. И помоги нам сделать основанием и приоритетом прежде получать благодать города убежища. Молимся именем Иисуса Христа благодарности. Аминь.